И так, наконец-то, мой длинный грязный язык дотянулся и до этой замечательной игры. Правда, когда-то мне довелось в неё поиграть ещё в детстве на реальной приставке. И уже потом, когда я впервые вышел в интернет, я после мегадрайва принялся искать именно её. Я тогда натолкнулся на первый адвенчур, потом скачал и этот тоже. И игрался на эмуляторе Null DC, где были все эти различные скосы управления и вылезающие текстуры и прочие страшные баги, которые, к счастью, исправлены в баттле и порте на ПК. Ну и теперь, собственно, я решил взять именно за образец этот портированный баттл, потому что Null DC это всё-таки уже прошлый век, можно сказать, и опробовать ещё раз Sonic Adventure 2. Правда, кроме хороших воспоминаний, там было ещё одно из самых негативнейших, это то, что, пытаясь собрать тамошние ранги А, я потратил просто бешеное количество нервов, потому что было очень сложно, игра требовала очень много точности, так сказать, аккуратности, практически идеального прохождения всегда. Короче говоря, в отличие от последующих игр, она не прощает ошибок, и поэтому, как я уже сказал, нервов было потрачено очень даже много. Ну, теперь вот я скачал её в Steam, и за 34 часа, вернее, даже меньше, там, часа 24 ушло на это, снова смог собрать все эти ранги несчастные, и поэтому, думаю, пройти её сейчас в рамках летсплея будет довольно-таки легко, тем более, что, конечно, игру уже столько лет знаю. Ну да ладно, в общем, обо всём уже поговорю подробно во время прохождения, а пока что посмотрим, что же есть в Sonic Adventure 2. Правда, эту игру, конечно, и так все из меня знают, но какая разница. Игра на английском, поэтому придётся продолжать свои унылые попытки переводить. Ну, может быть, для меня это будет и к лучшему. Буду лучше понимать английский. КОНЕЦ 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 жратва и фильма на фиг его знает это выглядело довольно таки пафосно оторвать вертолета досочку он еще и стилач оказывается и свалиться вниз головой вниз ну да сразу видно чему здесь учат детей самым интересным трюком который обязательно стоит повторять в реальной жизни уровень 1 спасение из города спаситесь от военных да неожиданно как бы я сказал начинается сюжет по сравнению с предыдущей частью где люди были нашими по сути ну не лучшими друзьями а просто товарищами которые нас поддерживали просили нас о помощи и так далее в общем-то были бесполезными неписями теперь внезапно мы оказываемся враги нас ловят нас сажают так далее хотя понятное дело что по сюжету все объясняется но самого начала выбить довольно таки странно кстати когда играл на dreamcast оригинальном я не смог зайти дальше 4 уровня сколько я помню потому что игра понятное дело было для меня слишком сложной или может быть я просто тупил а так конечно да можно сразу заметить такие замечательные вещи как динамичность мощный музон как бы так сказать тот же геймплей по сути но как я уже сказал более динамичный более быстрый более линейный можно сказать потому что уровни стали теперь практически полностью односторонними то бишь и практически нету ни каких-либо шоткатов ни каких-нибудь еще интересных вещей типа этого хотя может быть я просто плохо осматриваюсь ну да и ладно как я уже сказал игра по сути не прощает ошибок поэтому если ты хочешь получить высший ранг здесь и соответственные награды которые даются за это дело нужно очень точно всегда нажимать все кнопки прыгать на панелях ловить все бонусы собирать врагов или наоборот ловить врагов собирать бонусы такая разница можно делать дорогущие комбо из убийств специально выстроившихся этих страшенных роботов кстати говоря роботы не просто какие-нибудь а от правительства интересно только откуда они взялись и где они были раньше когда например хаос атаковал площадь станции там была всего лишь горстка тупых полицейских которые в первый раз сбежали от вражинки с воплями но видимо всех сторон человечество претерпела большие изменения и стало мощнее и умнее нафиг его знает короче гра-сценаристы особо то не пытались это все дело объяснить просто внезапно нарисовалась эта самая группировка ган хотя почему группировка нет скорее организация военная или как и там что назвать какая разница короче говоря аналог армии можно сказать теперь они пытаются как бы спасти мир наш или их фиг знает куда мир отображается получается у них может сказать довольно таки хреново потому что ловить главного героя который понимаете ли спас вашу черту вашу чертова вселенная от вторжения хаоса пытаться его поймать и запереть в тюрьме это довольно таки глупо я бы сказал ну да ладно вы же знаете этих людей можно сделать тысячу хороших поступков и сделать один плохой на тебя все равно запомнить именно как злодея да хотя только не знаю опять же пока что мы еще не в курсе что здесь вообще происходит наш ёжик просто под бодрую веселую музыку вернее под замечательную песню от каш 40 несется через страшенный городов которым эти страшенные холмы вообще даже не знаю как тут люди живут просто считаю оступился покатился вниз хотя в принципе если здесь все такие люди которых не волнует безопасность их них машин и как-то еще сказать да не знаю что несу в общем то хотя когда с тобой гонится здоровенный грузовик который просто по сути не может существовать в этом огроменном городе и сносит все эти машины как стоимость которых в общей сложности наверняка превышает миллиарды долларов хотя фиг знает они же все пустые исчезают моментально скорее всего какие-то ненастоящие да в общем видимо так весь летсплей будет длиться буду просто пытаться 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 что-то сказать и каждый раз переключаться с одной вещи на другую ну ладно ранг б но неплохо с учетом того что sonic пока что полный нуб так сказать ни одного апгрейда ничего не может да я тем более не играл уже несколько месяцев но на ранге обращать внимание нет смысла понятное дело о уже ночь эта игра скучная я валю отсюда о наконец-то появился да ладно принеси это довольно странно что мы пробежали несколько минут тут же сменился день на ночь хотя в принципе в half-life та же самая фигня и нас тут же нападает огроменная машина которая тоже машина от правительства не от дэгмана да уж люди ничего не скажешь про апгрейдились со временем так где же вы были то сволочи раньше ну да ладно нас то опять же не колышет ой блин хотя да наталкаться наталкиваться на эту эту хрен не стоит можно по идее конечно замочить его с одного раза но имеется ввиду с одного заход так сказать как то еще назвать но что то у меня совсем совсем с этим делом плохо так ладно нужно сосредоточиться я уже опять же просто немножко отвык от этой игры поэтому мне не все так хорошо получается как хотелось бы при желании можно опять же с одного только ящика спрыгнуть и четыре раза его ударить попытаемся это сейчас сделать что я жалуются там жалуются понимаете ли лошара блин понастроили всякой хренатей не пустили на нее наверняка миллиарды долларов на толку то один маленький ежик сносит всю защиту это здоровенная машина или как это еще называется правда в ней человек сидит какая разница так столько сколько полигонов что а все начинается здесь или с этим хрена тень которая содержит величайшую силу это режим бутхауса теперь я знаю что происходит военные попутали меня с таким как ты и так что думаешь сделать с этим изумрудом скажи что нибудь ты поддельный придурок контроль хаоса сколько лет соник использовал изумруды хаоса и так и не знал что не могут делать такую вещь постам достаточно было сказать два слова еще не хватает только еще какой-нибудь летящей пули вау он быстрый эй это не его скорость он использует изумруд хаоса моими шэдоу я величайшая форма жизни этого этого мира нет времени для игр пока шэдоу это что и двигайся стой где ты стоишь подними руки не опять да люди действительно проапгрейдились просто позволь этому идти ты просто не знаешь когда сдаться не так ли ты чё говоришь а это зумруд мой ты поняла сила изумруд хаоса содержит силу которая контролирует зумруды хаоса это делает его очень мощным что за что вор смотри кто кого называет вором я пришел тут цель на сигнал зумруда если они путают а главный зумруд а это ты доктор яйкин так это доктор яйкин что же я полагаю я могу использовать код для чего пока лошары нет если я могу помочь этому упс чё вообще происходит это что вообще было и смотри что сделать моим зумрудом придушил его я не не позволил лэгбану его стырить идиот она по кусочкам я могу восстановить его и это не твой изумруд неважно я осмотрюсь за этим когда вернусь на базу так легко сдался я замочу каждого кто заберет изумруд от меня все изумруды принадлежат мне да посмотрим насчет блин да что за фигня почему так быстро прекращаются заставки даже прочитать не успевает черт по моему скорость секрета же как-то под изменилась вернее скорость всего нет скорость заставок ну ладно теперь уже истории не подразделяются по одной на каждого персонажа теперь уже все трое идут в одну кучку так сказать блин я видел там кусочка зумбурда дайте мне его взять дайте было взять а вот там вот а вот он в общем-то геймплей остается практически тот же самый за всех персонажей как за соника так и за наклза на правда задавил за всю стала гораздо более не интереснее ну да ничего страшного по крайней мере за наклза все еще все тот же поиск сокровищ правда немножко стал кажется легче потому что довольно маленький уровне с большим количеством подсказок и себе вообще довольно таки легко их найти ну ка и сюда сволочь и так и так и так есть обожаю ставить такие бешеные рекорды 38 секунд ну да как я уже сказал собирать не буду стало даже несколько легче вообще практически без проблем взял и получил ранг а халява правда теперь не я один их собираю ну тьфу ты почему всеми говорю я не на касс один их собирает но это в принципе неважно по сюжету все это разрешается ничего страшного хэппи-энды должны быть обязательно перед воздушной базой если я не путаюсь это остров это секретная военная база которая очень сильная укрепленная называется остров тюрьма я слышал новости на счет этого на телевизоре не могу поверить что соник мог уничтожить военные строения и ограбить банк подожди меня соник я на своем пути что и смотри это ими ягман тоже что иметь делать здесь неважно мне надо помочь им потому что она в опасности торнадо трансформер почему так много говорить сам с собой он конечно это в первой части делал но все-таки как-то уж слишком много теперь ну ладно доктор эггбан вау так сразу прямо но правда ничего особенно интересно ожидать не стоит теперь это превратился практически в симулятор гаммы если можно так это назвать что сам гамма есть симулятор там чего-нибудь еще но всяком случае боевка стал гораздо веселее чем глаза гамму особенно когда сражаешься с боссом потому что он даже может тебя замочить на тип по роже это было несложно до начала игры все походится пока что без проблем благо что еще и навык есть какой-то полигоны полигоны графон почему я бы не замочил в этот раз и позволить тебе уйти в следующий раз по встретимся ты не будешь таким удачливым вот это сделал но что ты делаешь там острове мне стоит спасите там тебя ты не знаешь что здесь опасно я знаю но если чтобы спасти моего героя соника опять торопись я знаю что я бы ничего хорошего не задумал ладно оставайся тут и будь позади не оставляй не уходи без меня тоже хочу помочь сонику странно почему сказал опять она же никогда сонику не помогала наоборот он ее все время спасал что в сиди что в адвенчуре когда она его спасала а ладно неважно вся логика из первой части в которой эмми показывала себя такой прямо бой герл теперь уже превратилось в ничто потому что эмми здесь просто мясо которые опять же будет использоваться эггбаном да но ничего страшного у нас есть целых три персонажа за которых мы играем и пусть даже гамма уничтожен биг появляется только в качестве отсылок и эмми как я уже сказал просто обычное сюжетное мясо здесь все равно есть еще чем заняться пока что ну например заняться опять же симулятором гамма который здесь можно сказать про отбрелился по сравнению с первой частью как-то бы еще выразить так в принципе как я уже сказал апгрейдился можно больше ничего продолжать можно по-прежнему зацикливаться на большом количестве цели расстреливать их зацепился смыкаться как-то еще называется смыкать цепь нафиг его знает получать это дополнительные очки вы опять же ранги набиваются как раз таки только таким способом нужно побольше целей захватить получить максимальные очки и все то бишь никакого временного ограничения которые было у гаммы здесь нету к счастью и самолетик тейлса может испортить может использоваться сколько угодно времени хотя конечно по ходу игры возникает один такой большой вопрос почему он ходит все время в этом трансформере почему он не может блин летать нету понятное дело здесь здесь лабиринт конечно же но все-таки есть уровне где действительно можно летать на почему-то не тейлс негмен этого не делают фиг знает видимо для выпендрежа при этом что интересно даже когда они падают пропасть и не пытаются трансформироваться таким образом упал в пропасть сдох да совершенно себя не берегут товарищи или может быть система трансформации односторонняя типа трансформировался обратно только уже с гаечным ключом пересобираться нафиг его знает кстати говоря за самого тейлса все еще можно поиграть в одиночке то бишь без самолета то бишь отдельно да но только в чау саду и все что нам это может делать это бесконечно летать и бегать спрыгать и все выпинать чау естественно тоже может при желании в общем ничего особенно интересного тот геймплей который был в sonic adventure тут уже конечно отсутствует и поэтому никого обгонять не надо всех нужно только мочить и рвать расстреливать не знаю бить башкой об стенку и очень интересные вещи которые я с удовольствием делаю но не тогда когда нужно собирать ранги потому что за тейлз это тоже делать довольно таки сложно раз потому что здесь нужно тебе очень хорошо целиться и очень хорошо продумывать как и кого тебе убить так сказать хотя может быть и нет это может быть просто не нужно быть таким косаревым как я и проблемы не будет нафиг его знает ладно опять же в этот раз я не зацикливаюсь на рангах это уже просто побочная что получится что не получится фиг с ним но и опять же основная основные противники в этой игре вообще это опять же роботы ган то бишь мы по сути все время сражаемся со своими же товарищами если можно так назвать конечно или можно сказать с нашими подопечными потому что мы же по сути великие герои герои соники которые должны спасать мир и всех этих дурацких людей которые пытаются нас остановить в силу собственной глупости хотя какая разница по сути о чем еще хотел сказать а фиг узнает я уже забыл ладно уровне не очень длинные конечно как и в первой части самая длиннота уже пойдет шеза хэ нет не шеза хэ а скорее sonic heroes но пока что продолжаем наслаждаться кротики маленькими и бодрыми динамичными уровнями с огромным количеством взрывающихся красиво врагов хотя не сказал бы что не особенно красиво взрывается ну да ладно по крайней мере гораздо лучше и визуально и по звуку чем предыдущей части хотя как были хлопушки так и остались по сути какая разница 28000 ровно красавиц да неплохо при том что без единого апгрейда а сами заткнись не бойся ими здесь как это попало ну что хочешь знать я пришла с тейлзом ты уверен что тебе не нужна моя помощь похоже ты можешь использовать из-за этого придурочного ёжика ты хочешь сказать того черного ёжика ты его видела где он сейчас если скажу тебе ты женишься на мне пошла вон я думал я поймал тебя в этот раз а где тейлз этот черный ёж пришел с доктором эгманом ага значит эгман за всем этим стоит да это что тут написано это ты написал эй постой соник вот такой долбоидиот иногда да уж ничего не скажет динамично двигаешь движется как сама игра так и постоянно заставки сменяющиеся после каждого уровня практически нету никаких полей приключений естественно игра полностью линейна поэтому нигде упал пендриваться не получится да вот кстати один из моих можно сказать любимых уровней потому что здесь я зазротил довольно таки много несмотря на то что довольно простой в целом но помучиться и всегда приходилось и зарубежная скорость и необходимости успеть пройти его за две минуты на четвертом ранге на четвертом ранге как там называлась выбор уровня миссии тьфу блин ладно неважно сейчас мы опять же просто бежим и по возможности стараемся не подохнуть как получится конечно я более-менее пока что еще помню куда где идти что искать но еще не факт что все у меня получится и так одно из главных нововведений это то что уровни типы тьфут уровне то что апгрейды теперь лежат не не на полях приключения которых здесь нет а посреди уровня вернее где-нибудь в углу спрятанные на каждом уровне по одному апгрейду обязательно это стоит учитывать собрать их можно все но только в основном с помощью один может с помощью труба вы так далее и убил человека и убил человека и убил человека а то пошли в задницу его всех поубивающих козлы проклятые людишки как не могут мне вообще пытаться остановить я же спас спаситель этого чертова мира и я соник имеется ввиду какая разница да хотя странно я бы сказал самолет взорвался ни крови ни кишков ничего они вообще с людьми ли они автономны какие-то хотя не знаю что-то сомневаюсь что самолеты могут такие перо это выделывать на этих с ними это все равно все спецэффекты так что надо этом акцентировать все равно тут нет ни жестокости ни смерти немножечко драмы это такая самая малость можно сказать пока что можем наслаждаться динамичными поездками на рельсах ура ура такой быстрый зато за это дают очки поэтому этим тоже стоит пользоваться ну ладно единственный свидетель моих черных дел это чайки так это все потому что им больше нечего сказать самая опасная часть уровня здоровенная ракета которую нужно быстро успеть пересечь иначе соник сдохнет 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 блин быстрее 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 есть успел это конечно не всегда получалось хотя почему-то отчет закончился раньше чем закончилось время по моему то что-то сыграть со скоростью игры не случилось по моему страшное или может быть это из-за того что я использую батикам и он тоже тормозит систему да и ладно вообще не понял что это было за ракеты что это за кишка в которой я провалился вертикальная что из этой ракеты запустили что из этой шахты спускается или что-то еще за фигня вообще такая разница это все геймплейные элементы можно их не обращать внимание как улетевшая ракета возможно она полетела бомбить россию или что-нибудь еще фиг узнает главное что я прошел молодец да на ранка конечно не наработал но этих с ним здесь опять же требуется уже все апгрейды хотя нет и все-таки наработал но я красавчик нет не наработал ладно фиг с ним опять же как я уже сказал требование каракузис просто зашибенные тоже я просто по привычке все прохожу более-менее стабильно так опять к сцена о пока все хорошо и это тут голубой ежик опять во всех местах я нашел тебя петик петик я думаю ты один голубой ежик здесь ты сравниваешь себя со мной да ты недостаточно хорош чтобы быть голубым ежиком я заставлю тебя жрать грязь ладно и так это ультимативная форма жизни это ультимативная жизнь оттуда сможет ли она победить нашего героя который смог победить хаоса эгбана и многих других придурков безымянных вот изменных быстро забывающихся он лошара да ничего не скажешь это было довольно быстрая битва такой большой красивый ботинок на них весь экран стадия 5 зеленый лес спасись с острова за 8 минут я живу замочил почему он стоит зарой его в землю что ли а шадо что делаешь торопись и беги пока остров не взорвался с тобой взорвался ай-яй-яй он слишком быстро до меня пора валить отсюда и найти эми и тейлза прямо сейчас да только мы прибыли на этот остров только чуть-чуть здесь побегали тут же внезапно как-то невероятным образом оказались глубине в глубине этого острова хотя мы бегали где-то далеко снаружи вообще не могли оказаться внутри так быстро но и тут же нужно отсюда валить как я уже сказал все самое интересное происходит опять же на темной стороне а мы пока что нихрена не знаем и просто бегать туда-сюда хотя в принципе я между спасла соника так что по идее мишина комп лишь не знаю как еще назвать так что короче говоря не зря мы сюда припёрлись ну ладно продолжаем развлекаться за соника с его бодрым кейплеем правда от медленно летящих пуль роботов гана довольно таки сложно вернуться опять же но можно попытаться есть я сумел завершить цепочку красавец красавец фух довольно таки сложно сделать а на таймере можно тут смело не обращать внимание уровне опять же очень коротенькие ну не очень прямо коротенькие на достаточно поэтому все равно мы все успеваем какие-то гигантские мутировшие стрекозы повсюду и вообще что это за остров который залит водой при этом здесь растут деревья они должны были бы уже сгонить по идее все эти деревья фиг его знает ладно зато выглядит как выглядит красиво и зелено можно сказать поэтому нечего придираться так тут у нас кажется следующий апгрейд который я могу взять ну-ка да память мне еще не изменяет вот и древний свет пока что собираем все тупо то что было в предыдущей игре световые ботинки теперь древний свет правда здесь он используется с большей эффективностью чем там там использовался всего один раз у меня нет два раза два два раза да чтобы пройти по сюжетке так но здесь на него можно также смело забить и просто отключить список апгрейдов которые я подобрал почему-то за это не даются не дается достижения в стиме хотя стоило бы по идее нафиг с ним да такой красивый эффект полета на лиане вот это мне особенно нравится этом красивом уровне он в целом конечно довольно таки забавный но хотя на музыку даже как-то особо не обращаешь внимание так бузончик из предыдущей части кстати где подбираешь бессмертие вроде бы и ускорение надо неважно а так по-прежнему все остается в рамках канона за 100 колечек дается жизни без колечек ты помираешь колечками ты не помираешь но в общем все точно так же как было в классических играх но теперь только с большей быстротой и большим пафосом и даже драмы небольшой правда пока что этого ничего здесь нету мы потому что герои мы не знаем никакой драмы всякой прочей фигни нам нужно бить морды спасать мир бить морды спасать мир и делать это на протяжении миллиона игр этим до тех папа косе и не надоест их издавать ну ладно пока что пока мир не надоело и мы продолжаем бить морды и спасать мир бить морды и спасать мир и заниматься ки странными вещами как например полета на лиане и кстати если нажать кнопку кажется можно ура да нужно было зажать кнопочку прыжка чтобы опуститься еще ниже нафиг с ним эти все небольшие геймплейными элементы которые определяют которые встречаются пару раз за всю игру можно даже не обращать на них внимание самое главное это зажать кнопку вперед как я сейчас собственно и делаю ну и понятное дело стараться не свалиться это время еще знать где какие очки можно отырить как раз таки для этого пресловутого ранга а пусть он конечно не нужен мне сейчас но почему бы не собрать лишний раз урау Остров уже начинает разваливаться, взрыва ещё не произошло, но какая разница? Ёс. Всё равно странный остров. И стрекоз здесь из какого-то Чернобыля. Ну и ладно. Главное, что я пока что ещё помню, как надо двигаться. По-прежнему можно получать эмблемки, как и с предыдущей части. Правда, полей приключений нет, поэтому только за задание. Микрофонис-сценка уже не на движке игры. Но красиво. Хотя странно, если бомба была заложена только одна. Так, в регионе... в горном регионе или как-то там ещё. Тыквенный холм. Это место пугающее. Некогда терять время, не наторопиться и найти мастера изумруд. Да. Вот уже мы по сути чуть ли не половину игры прошли, кажется. Ой, имеется в виду не игры, а половину истории этой пачки персонажей. Ну и по-прежнему продолжаем тырить апгрейды. Так, теперь мы сможем копать грязь и камень, как это мы делали в Sonic Adventure. Правда, теперь это делается гораздо легче. Там нужно было зажать А и Б, а здесь просто... Подпрыгивать и закапываться. И Наклас будет со странным возгласом, который напоминает что-то... Как будто он промывает горло. Закапываться и вытыривать оттуда различные бонусы. В общем, всё как обычно. Только теперь... Теперь мы, правда, вышли в более... Обширный регион, так сказать. Поэтому здесь уже без подсказок довольно-таки сложно будет обойтись. Я, с другой стороны, обходился более-менее. Вот и сейчас тоже обошёлся. Но это уже как повезёт чисто. Можно попытаться, например, и... Чего это сказать-то? Можно попытаться и своим ходом найти все куски изумрудов. Но я с этим париться не хочу. Спать с мертвецом. Да, я смотрю, эта игра очень умеет учить детей. Таким интересным вещам, как прыгать с вертолёты. И спать с мертвецом... Ну ладно, ладно, не будем придираться уж ко всему этому. Довольно-таки забавно. Наверху горы. Подсказки здесь также делятся на три части, можно сказать. Первая подсказка самая простенькая. Первая только намекает на место. Вторая уже указывает приблизительную локацию. А третья уже точное местонахождение. Поэтому за каждую подсказку убавляется количество очков, которые получатся за поимку изумруда. Поэтому стоит заранее подумать, стоит ли их брать или нет. Понятное дело, что для лучшего ранга нужно... Так. Кладбище церкви. Для лучшего ранга нужно самому всё находить без помощи этой хренотени. Ну или просто умудряться находить быстро. Так. Ладно. Я так думаю, что я всё-таки с этим как-нибудь справлюсь. Хотя фигу знает, чего он парится-то. И всё-таки спать с пиртуицами я бы не советовал. Ну ладно. Фух. Так. О чём я хотел говорить-то сейчас? Походу больше-то не о чём. Уровни довольно-таки большие. Страшно... Что? Страшно. Череп... Забуровался в каменную стену. Что? Террибл, террибл, террибл. Угрожающе. Или что? Фиг его знает. Ну ладно. Нужно найти ещё один несчастный кусочек этого несчастного из зомбудика. Мы пойдём дальше по сюжету. Видимо без остановочки, без остановочки, без остановочки. Всё так же быстро, быстро, быстро. Хотя я уже запутался в том, что я говорю и что говорит сюжет. Ну да и ладно. Я так думаю, что уже пора прерваться, пожалуй, потому что полчасика есть. И я всё-таки буду разделять летспланы серии, как обычно. Он как раз-таки нашёл уже практически кусочек. Ну-ка. Стоп. Вот там наверху, я так понимаю, да? Иногда, конечно, очень даже везёт. И все кусочки находятся прямо-таки рядом. Ну ладно, пожалуй, уже так уж и быть. Перевёмся пока что-то уже на одну серию она записывала изрядно. Я так думаю, серия за 10, наверное, всю игру мы точно пройдём. Да уж, надеюсь, хотя может быть и дольше, смотря, что придётся ещё проходить, кроме этого всего. Хотелось бы, конечно, показать и дополнительные плюшки этой игры. Но это уже как получится, конечно. Главное, сейчас с сюжеткой справиться более-менее. Ну, уже часть игры прошёл, так что продолжим в следующей серии. Пока что, думаю, достаточно. Достаточно.